Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы «Бугинформ» в студии Виктория Саченко. Как всегда, в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей, расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных. Сегодня в выпуске. Горжусь тобой, Беларусь! Брещина торжественно отметила главный государственный праздник страны – День независимости. Официальные мероприятия прошли на площади церемониалов в мемориале «Брестская крепость-герой», а вечером Брест стал участником всебелорусской акции «Споем гимн вместе». Мы свято чтим и бережем историю. Специальный репортаж о Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, первом в мире, экспозиции которого посвящены самой кровопролитной войне XX века. Все мы родом из СССР. Мы – своеобразные музыкальные делегаты Беларуси в странах бывшей Великой Державы. Группа СССР в рамках благотворительной акции передала Музею обороны Брестской крепости 200 уникальных фотографий периода Великой Отечественной войны. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 71 год назад, 3 июля 1944-го, город Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Этот день не только в истории нашей страны, но и в общемировом контексте значит очень много. А потому совсем неудивительно, что именно его в качестве самого главного государственного праздника выбрали сами белорусы. Решение было принято в ходе республиканского референдума в 1996 году. С тех пор 3 июльский день собирает сотни тысяч людей на парадах и шествиях, концертах, форумах и митингах, посвященных Дню Республики. Для города над Бугом, города, который первым принял удар врага в 41-м и последним был освобожден в 44-м, 3 июля дата особенная. Атмосфера праздника, который обязательно с оттенком грусти, буквально накрыла областной центр с самого утра. Стартовали торжества в мемориале «Брестская крепость-герой». Наш корреспондент Анастасия Стропко продолжит тему. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь в городе над Бугом, начались с раннего утра. На площади церемониалов мемориала «Брестская крепость-герой» традиционно многолюдно. В едином праздничном строю ветераны, представители областной и городской вертикали власти, а также предприятия, организации и общественных объединений, депутаты и молодежь. Все они пришли, чтобы почтить память солдат, которые отдали свои жизни за свободу и независимость тенекой. Почтить память тех, благодаря кому этот день стал возможным и особенно значимым в белорусском календаре. День Республики – это день независимого государства со всеми его атрибутами. Поэтому, конечно, мы как граждане Республики Беларусь должны гордиться за свою страну, что у нас она такая есть, хорошая, красивая, и это самый главный праздник. «У нас самое значимое место в нашей области, но я считаю, в стране самых важных мест – это Брестская крепость. Поэтому мы здесь всегда отмечаем, и до нас отмечали. Я думаю, что и после нас будут отмечать вот именно этот праздник здесь, на Брестской земле, в Брестской крепости». Возложение цветов и венков к вечному огню, минута молчания – исполнение государственного гимна. Важный момент официальной части торжеств – еще одно напоминание о том, какой ценой белорусский народ завоевал право жить и трудиться на родной земле. «Этот день, он ассоциируется со многим. В первую очередь, конечно, с Днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Минск – это столица нашей Родины. Конечно, в разные дни освобождались разные населенные пункты, но Минск был освобожден 3 июля. Это сердце, это нашей Родины. И я считаю, что праздник 3 июля – это день рождения нашей страны». Почтить память тех, кто пал на полях сражений, освобождая нашу общую Родину, приезжают из разных городов и стран. Гости признаются – побывать в такой день на Священной земле Брестской крепости значит иметь уникальную возможность прикоснуться к героическому прошлому, поклониться подвигу несломленного и непобежденного советского воина. «Просто спасибо ветеранам огромное, что мы можем вот так сейчас с вами общаться. И дети наши, внуки могут быть счастливыми и свободными. И будем помнить всегда. И детям, и внукам передаем, чтобы это осталось на века, никогда не забудем». Самые теплые и добрые пожелания в этот день традиционно звучат в адрес ветеранов. Ведь сколько бы ни произносилось слов благодарности, переоценить значимость совершенного ими подвига невозможно. Благодаря стойкости и мужеству, которые они проявляли на протяжении каждого из более чем 1400 дней войны, сегодня мы имеем возможность и право широко и масштабно праздновать 71-ю годовщину освобождения столицы Беларуси в год 70-летия Великой Победы под мирным и спокойным летним небом. «Я рада, что мы можем праздновать. Жалко, конечно, что война отняла у нас юность и молодость. Но сейчас радуюсь тому, что молодое поколение, я только все всем говорю, не дай бог войны, пусть будет так, как есть, пусть даже будет хуже, но чтобы не было войны, был мир». Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Главный государственный праздник страны – День независимости – принято заканчивать национальным гимном Республики Беларусь. Его исполнение состоялось в рамках праздничного концерта, который по традиции прошел у стен мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». В день рождения страны на республиканскую акцию «Споем гимн вместе» собралось огромное количество жителей и гостей города. С концертной площадки звучали песни о родной стране, поздравления, а также главная национальная песня с последним аккордом которой «Вечернее небо над священной землей цитадели» озарил грандиозный фейерверк. Подробности в сюжете Виктории Драгобецкой. В праздничный вечер у стен цитадели было особенно многолюдно. Руководители области и города, ветераны войны, военнослужащие и активисты БРСМ, а также горожане и гости областного центра. Все они стали участниками главного государственного события – празднования дня рождения страны. В этот вечер каждый испытывал гордость и одновременно благодарность за суверенность Белоруссии, за мир и покой, которые 70 лет назад были завоеваны очень дорогой ценой. Очень приятно ощущать, что столько народу пришло на данный праздник. И приятно то, что люди идут с радостью, с улыбкой, ощущается во всем, что это действительно праздник, национальная гордость для всего белорусского народа. Это праздник такой, что все люди должны всегда вместе быть, как говорится, сжаться в один пулак, всегда быть вместе, бороться за мир, за счастье наших детей, наших родителей, если они еще живы, и за все счастливое на нашей земле, чтобы был мир во всем мире. Я рад, что родился в своей стране. За небольшой для истории срок наша страна совершила мощный рывок в развитии, осуществив мечту многих поколений о создании суверенного и независимого государства. Именно 71 год назад страна была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Восстав из руин, сегодня Беларусь добилась права самостоятельно определять судьбу и заняла достойное место в мировом сообществе. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис подчеркнул, что только совместными усилиями, объединившись под знаменами суверенной державы, можно строить наш общий дом – Республику Беларусь. Под керовництвом президента краины Александра Ильгоревича Лукашенко наша держава стала стабильной и незалежной. Можно смело стверждать, сегодняшняя Республика Беларусь – это выник уластной модели социально-экономичного развития. Она заснована на сгоде в промадстве, устойливой экономице, мощной социальной и узваженной внешней политики. Мы гоноримся тем, что мир, спокой и порадок – головный наш с добыток. Без их немощимо исти наперед. Это та и основа, на якой тримается материальный достаток кожного и счастливого жильца нас и наших детей. В этот вечер белорусские песни звучали по-особенному торжественно. Каждый выступающий, будь то музыкант, участник хора или танцевального ансамбля, поздравлял на общеизвестном языке музыки и танца жителей своей страны, создавая атмосферу единства и целостности. Я горжусь, что живу в Белоруссии, хотя сама россиянка. Что хочется пожелать сегодня? Мира, конечно, всем и большого счастья, добра, чтобы такая же Белоруссия процветала и была такая же красивая, как сейчас. Мы желаем, чтобы у нас было мирное небо над головой. Это самое главное. Мира, добра и процветания нашей родной Беларуси. По традиции, ровно в 22.55 зазвучали первые аккорды национального гимна, мотив которого подхватили в каждом регионе Беларуси. Сотни тысяч голосов слились в одном большом хоре. Национальный гимн в честь Дня независимости Республики Беларусь пела вся страна. С последним аккордом гимна «Вечерное небо над Брестской крепостью» озарил праздничный фейерверк, который своими залпами ознаменовал окончание главного государственного праздника страны. Символа национальной гордости, дани героизму и стойкости белорусов. Виктория Дрогобецкая, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрите новости на канале БУК-ТВ. Продолжаем разговор об актуальном, интересном, важном. С 29 июня по 2 июля в Беларуси с официальным визитом находилась парламентская делегация Республики Армения во главе с заместителем председателя Национального собрания этой страны Эдуардом Шармазановым. Главная цель визита – участие в 9 заседании Межпарламентской комиссии двух государств. Были запланированы и состоялись также многочисленные двусторонние переговоры. А 1 июля армянская делегация посетила Брещину. Состоялась встреча с руководством Брестского областного совета депутатов, а также прошла торжественная церемония открытия памятного знака. Несмотря на протокольный порядок подобного рода встреч, начало мероприятия с участием парламентария в Беларуси и Армении было по-настоящему дружественным и теплым. Среди гостей немало тех, кто знает о Брещине не понаслышке, они признаются. Побывав здесь однажды, хочется приехать еще не раз. К тому же, дружба между нашими народами обусловлена исторически. Многие страницы прошлого беларусы и армяне проходили вместе, плечом к плечу. А потому совсем неудивительно, что и сегодня не только экономическим, культурным или спортивным, но и дружественным связям быть и развиваться. Прежде всего, позвольте мне от имени областного сайта депутата, областного исполнителя, предприятия, лично, представленного салфома, который находится сегодня в Минске, и от символичного приветствовать вас в нашей Брестской гостеприимной земле. Символичное то, что здесь наша встреча проводит по главному нашему празднику, если говорить о цифрах, то сегодня товарооборот между нашими государствами пока находится не на том уровне, который может и должен быть, исходя из потенциала. И эту ситуацию важно исправить. К слову, сейчас это сделать будет гораздо проще. Армения стала членом Евразийского экономического союза. О том, как важно сотрудничать и дружить с двум нашим народом, говорит сама история. В годы Великой Отечественной за общую родину сражались в едином строю и белорусы, и армяне. Те годы показали, вместе мы настоящая сила. Тем более важным стало открытие в городе над богом Хачкара, памятника воинам-армянам, погибшим при обороне Брестской крепости. Этот Хачкар символизирует память о великих воинах, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей общей родины, за освобождение Белоруссии. Этот Хачкар сделан в Армении, сделан из базальта, из армянского базальта, самыми замечательными армянскими мастерами. Нашлись неравнодушные люди, которые оказали поддержку армянской стороне, потому что это базальт, это очень дорогой камень, которые проспонсировали решение этого вопроса. Что касается белорусской стороны, то, конечно, я здесь держал руку на пульсе, решая организационные все вопросы. Перевозки внутри, установки, взаимодействие с руководством обл. исполкома, горе исполкома. Поэтому это наше общее конкретное достижение, вклад в ту память. На территории нашей страны в годы ее освобождения от немецко-фашистских захватчиков сражалось более 60 тысяч армян. Погиб каждый четвертый. В Брестской крепости их было около 200. На мемориальных плитах высечены имена восьми известных. Увековечить память всех, кто пал за свободу, сегодня не просто обязанность. Это почетное право наследников поколения победителей. Тем более символично, что произошло это событие в преддверии главного белорусского государственного праздника – Дня независимости. Мы специально открыли сегодня, потому что через два дня День независимости и День освобождения Беларуси от немецкого ига, от фашизма. И я хочу поздравить весь народ Беларуси с этим великим праздником. И я хочу еще раз напомнить, что у нас было очень прочное прошлое. Я думаю, что у нас есть прошлое, будущее. Мы должны смотреть в одном направлении. Это символизирует возрождение, возрождение наших народов. И я думаю, что всегда свет побеждает тьму. И сегодня еще раз мы доказали, что свет всегда побеждает тьму. Анастасия Стропко, Кирилл Липовик, Антон Луговкин. Телекомпания Бук-ТВ. К другим темам. Казалось, еще вчера абитуриенты Брещины активно регистрировались на прохождение централизованного тестирования. А уже через считанные дни настанет момент истины. С сертификатами на руках юноши и девушки отправятся в выбранные ими вузы, чтобы подать документы и тем самым стать участником вступительной кампании 2015. О том, как прошло централизованное тестирование в этом году, а также что необходимо иметь при себе, чтобы стать полноправным участником испытания на получение студенческого билета, ответы на эти и другие вопросы в сюжете Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Централизованное тестирование в этом году стартовало 14 июня. Первой дисциплиной в предметном перечне стал традиционно белорусский язык. И так, постепенно, проходя одно испытание за другим, 27 июня абитуриенты сдали последние экзамены, всемирную историю и географию. Всего за первый летний месяц было реализовано 45 тысяч пропусков из порядка 47 тысяч зарегистрированных. Около 1800, к сожалению, так и не нашли своих хозяев. В целом централизованное тестирование прошло спокойно. Лишь двое желающих обмануть систему, используя во время испытания мобильный телефон, нашлись в вузах региона. Правда, этот риск не был оправдан. Молодые люди были вынуждены покинуть аудиторию. У общей сложности было выдано более 47 тысяч пропусков. Реализовано всего лишь 45 тысяч пропусков. То есть, соответственно, около 1800 пропусков не было реализовано. То есть, просто-напросто ребята не явились на централизованное тестирование. Соответственно, удалено в этом году у нас было 6 человек, но четверо из этих ребят, соответственно, удалены по состоянию здоровья. И они, в общем-то, получили возможность пройти централизованное тестирование в резервный день, что, в общем-то, я думаю, они и сделали. А два человека удалены за использование мобильного телефона. Уже совсем скоро можно будет получить сертификаты о прохождении централизованного тестирования. Теперь самое время задуматься о том, в каком вузе хотелось бы продолжить свое обучение. Брестский государственный технический университет будет проводить прием документов на бюджетную форму получения высшего образования с 8 по 15 июля. Список документов, необходимых для поступления в это учебное заведение, в большинстве своем стандартный. Это, конечно же, медицинская справка о состоянии здоровья, сертификаты о прохождении тестирования, аттестат о получении общего среднего образования. Полный перечень можно найти на сайте технического университета. Некоторые дополнения есть лишь в отношении отдельных специальностей. Несколько нюансов я хотел бы остановиться. Это для тех, кто будут поступать на факультет инновационного деятельности управления финансов, на специальности заочно сокращенной формы обучения и специальности архитектуры, так как по этим специальностям будут проводиться вступительные испытания у нас в университете. Значит, здесь ситуация такая. На бюджет и на платную форму обучения необходимо подать документы по 15 июля, так как вступительные испытания проводятся для всех этих абитуриентов вместе. Поэтому по 15 июля необходимо подать документы и с 16 по 21 будут вступительные испытания. Вступительная кампания 2015 в Брестском государственном университете имени Пушкина стартует также 8 июля. Несмотря на то, что до даты начала еще есть время, вопросы к представителям приемной комиссии уже поступают. Чаще всего это тема дополнительных льгот для ребят, окончивших общеобразовательное учебное заведение с золотой или серебряной медалью, а также для победителей областных и республиканских этапов Олимпиад. Абитуриентов еще интересует вопрос, какой же пакет документов подавать. И в первую очередь обращаются те абитуриенты, которые имеют определенные льготы. Это победители Олимпиад, те, кто заслуживает 100 баллов по определенному предмету, а также ребята, которые относятся к категории «дети-инвалиды», «дети-сироты». Там своеобразный пакет документов, поэтому, конечно же, лучше, когда они придут в приемную комиссию заранее. Подальше документов продлится до 15 июля. Дополнительные внутривузовские испытания на отдельные специальности начнутся с 16. С их графиком можно ознакомиться на сайте университета. С 8 по 15 июля осуществляется прием документов на бюджетную форму получения высшего образования, дневной и заочной формы. Также на те специальности, по которым предусмотрены вступительные испытания. Неважно, это платная либо бюджетная форма. Вступительные испытания будут проходить с 16 по 21 июля. Таким образом, обязательно абитуриентам, которые хотят поступать на специальности физическая культура, филологические специальности, русская филология, белорусская филология, журналистика, изобразительное искусство, народные художественные промыслы, нужно обязательно подать документы до 15 июля. Одним из обязательных документов для участия во вступительной кампании является наличие сертификата о прохождении ЦТ. Получить его можно будет уже на следующей неделе в пункте прохождения экзамена, чтобы чуть позже, вооружившись всем необходимым, абитуриент мог направиться в приемную комиссию выбранного вуза, где и определятся счастливчики, получившие путевку в веселую и не менее насыщенную студенческую жизнь. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны – первый в своем роде, который был посвящен трагическим событиям 40-х, а ныне один из четырех крупнейших музеев мира. За 70 лет своего существования хранилища реликвий Беларуси посетили сотни тысяч людей, которым небезразлично прошлое своих предков. В 2014 году произошло важное для всех белорусов и неравнодушных к истории событие – открытие нового музея Великой Отечественной войны в архитектурно-скульптурном комплексе «Минск. Город-герой». На торжественной церемонии по такому случаю присутствовали президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, а также глава российского государства Владимир Путин. Новый музей вызывает повышенное внимание белорусов и гостей нашей страны. Вспомнить военное прошлое, увидеть обновленные экспозиции без того богатого хранилища истории смогли бывшие несовершеннолетние узники фашизма из разных регионов нашей страны, посетившие современный музей Великой Отечественной войны в рамках встречи, организованной Международным общественным объединением взаимопонимания. Среди приглашенных на мероприятие были и корреспонденты нашего канала. Смотрите материал Софии Бережной. Символичное место – монументальный комплекс «Минск. Город-герой». Неразрывно связано с историей. Оно свидетельствует о высоком звании по праву заслуженным городом и его жителями. Сегодня архитектурный ансамбль дополняет современное сооружение – здание музея Великой Отечественной войны, которое будто подчеркивает значимость исторического прошлого. Выполненный в виде лучей салюта Победы, главный фасад строения уже издали привлекает внимание. Новое здание музея Великой Отечественной войны в Минске открыло свои двери 2 июля 2014-го. За это время его посетило огромное количество минчан, а также гости со всей Белоруссии и зарубежья. Уникально в своем роде исторические уголки поражают своей оригинальностью, а современные технологии позволили сделать историю еще более доступной. Дух истории можно ощутить с первых минут посещения обновленного здания музея. Сама атмосфера вместе с экспонатами и одновременно транслирующимися фрагментами победных шествий позволяет окунуться во времена памятных событий 40-х и оттуда плавно перенестись в современность. Одна большая экспозиция музея построена согласно хронологии событий в виде символической дороги войны от первых дней до завершающих победных аккордов. Оказавшись уже в первом тематическом зале, внимание посетителей сразу же приковывает. Расположена и здесь мощная военная техника, настоящие боевые машины, а также реалистично смоделированные танковый таран и воздушные бои. Страницы истории дополнены не менее ценными экспонатами, личными вещами солдат и архивными документами. Особое место в богатой экспозиции музея отведено тематическим уголкам, составленным благодаря многолетним исследованиям научных сотрудников, в том числе рассказам очевидцев военных событий. Эти островки истории вызывают особые эмоции у свидетелей войны. У нас проводятся, конечно, такие вот экскурсии достаточно часто, и ветераны Великой Отечественной войны, и узники лагерей. Конечно, приятно очень проводить экскурсии этим людям, но и одновременно и очень тяжело, потому что эти люди, они непосредственно были участниками этих событий, они все это переживают, конечно, эмоционально, когда находятся в стенах нашего музея. Но я надеюсь, им понравилась экспозиция, понравился музей, и что они еще не раз нас посетят, и мы будем рады их видеть. Главная особенность экспозиции обновленного музея – внедрение современных технологий, мультимедиа и 3D-анимации. Многочисленные залы оснащены плазменными экранами и инсталляциями. Благодаря им каждый из посетителей может почувствовать себя частью истории, переносясь во времени и в пространстве. Огромная экспозиционная площадь музея, богатая коллекция экспонатов поражают, поэтому совсем неудивительно, что обновленное хранилище реликвий, интерактивный музей истории Великой Отечественной войны, привлекает внимание людей в буквальном смысле со всего мира. Очень много зарубежных гостей к нам приезжало, и страны Европы. Ну, тут смело можно говорить «мир». То есть у нас приезжают со всего мира, это страны и Латинской Америки, и Европы, и Азии. Опять же, вот недавно у нас делегация, высокопоставленная из Китая, посещала наш музей, в том числе руководитель Китайской Народной Республики. То, что победа – великий подвиг в летописи нашей страны, еще раз подтверждает возведение нового здания музея истории Великой Отечественной войны. Сегодня в его стенах проходят значимые мероприятия и встречи. Уникальное в своем роде хранилище за год своего существования стало особенным местом – местом гордости белорусов. Посещение насыщенной экспозиции запомнится и узником фашизма, светелем страшных событий, для которых война – не просто слово, а целый отрезок жизни, невольно всплывающий отголоском и навсегда оставшийся в памяти. Это неизладимое впечатление, на которое на сегодняшний день константирует истинные, искренние факты, тяготы и лечения, которые испытал наш народ во время Великой Отечественной войны. И сегодняшний день отражает то, что все попытки исказить исторические завоевания, историческую правду о тяготах и лечениях народа, они должны быть опровергнуты и именно этими фактами, которые сегодня отражены в этих музеях. Поэтому я искреннюю благодарность выражаю от всей группы, от всех узников Белоруссии, президенту Белоруссии, правительству, за то, что создали такой хороший оригинальный комплекс, именно искренне правдивый. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. О великой истории свободолюбивой страны Белоруссии нельзя забывать. Поэтому строятся такие музеи, как Государственный музей истории Великой Отечественной войны. Не уменьшается количество людей, которые приходят семьями и поодиночке в Музей обороны Брестской крепости. И пока человечество помнит о событиях тех страшных лет, помнит о людях, которые сложили головы за нашу свободу и независимость, живы, известны и безымянные герои Великой Отечественной войны. Фонды Музея обороны Брестской крепости постоянно пополняются. На этой неделе в рамках акции, которую инициировала концертный организатор Татьяна Мендель и группа СССР состоялась передача уникальных фотографий музею с частного собрания немецкого коллекционера. Тему продолжит Лариса Осмолович. Понятие воинского братства и единства для этих мужчин не пустые слова, а песни о нравственных приоритетах настоящего человека, о тех духовных качествах, что должны быть основой личности, входящие в репертуар группы СССР, не могут оставить равнодушными ни молодого человека, ни в годах, наверное. Поэтому все четыре концерта, которые состоялись в рамках благотворительного марафона в Брестской области, прошли при полном аншлаге. Белорусы выступают под знаменами российского общественного объединения Союза ветеранов войны в Афганистане. Они в буквальном смысле слова знают, что такое война, знают, как больно терять товарищей. Все они – воины-интернационалисты, выполнившие свой интернациональный долг. Песни самые разные, не только о войне, хотя основа военно-патриотическая, и о любви, и о смысле жизни, и о женщинах. Мы постоянно, в принципе, удивляем, конечно, удивим, удивим тем, что у нас репертуар-то обширный. Мы, как и военные пишем песни, патриотические песни пишем, и очень много у нас лирики. Потому что песня о любви – это тоже патриотика. Отношение к женщине, разве это не патриотизм, тем более наше тяжелое время. Это самое, что не из патриотизма. И женщины услышат новые лирические песни, под которые можно погрустить и потанцевать. У нас концерт как-то вот так и построен, что прежде всего идут как бы блоками. Есть вот патриотический блок, есть военного направления блок, а есть лирика. То есть человек, который придет на концерт, он посидит, вспомнит о прошлом времени, погрустит, а в то же самое время и порадуется, посмеется. Ну и зарядится патриотизмом. Мало патриотизма. Я считаю, что как раз сейчас, нынче такое время, что этот патриотизм, он должен быть востребован всеми. Ну и слоган у нас, как у коллектива ВДВ, никто кроме нас. Пока так. Но все-таки особая пронзительность в исполнении чувствуется, когда сильные мужчины со слезами на глазах поют песни о войне, о боевом братстве, о ветеранах Великой Отечественной и ветеранах Афгана, о людях, которые в любых обстоятельствах оставались верны присяге, верны долгу. И вообще, тема военно-патриотическая весьма близка артистам. Песня о Брестской крепости вполне может стать гимном мемориала. Написав такую песню, мы должны это каждый день подтверждать, что не просто песня, а еще и какие-то действия. Григорий Григорьевич, здесь 200 фотографий, которые благодаря крещанам, 4 концерта и все в этой парке. Это не все, это только маленькая капелька того большого дела, которое мы будем делать. Я скажу, что мы это только начали делать. Будет еще много других полезных для нашего музея. Это история, история продолжается. Благотворительный марафон инициировала концертный организатор Татьяна Мендель. За 4 выступления только в Брестской области группа СССР смогли собрать деньги на оплату уникальных фотографий из собрания немецкого коллекционера. Кадры на них запечатлели первые шаги фашистов по Брестской земле. Изначально мы планировали просто какую-то часть денег собрать и перечислить на ремонтные работы Брестской крепости. Но потом объявился немецкий коллекционер, гражданин Германии, который был согласен продать коллекцию фотографий в количестве 200 штук. Фотографии 1935-1943 годов. Очень много фотографий датированных именно 22-23-24 июня 1941 года. То есть как вот именно фашистская Германия напала, захватила, так сказать, крепость, а не получается то и дело, что только фотографировались. Но кроме того, как в музее Брестской крепости эти фотографии нигде не могут находиться. Важен сам факт тех фотографий, которые имеют для нас, для Мемориального комплекса, для Музея обороны, в целом для Мемориала огромное значение, потому что много фотографий, которые, ну, в общем-то, достаточно редкие, и такой коллекции у нас еще не было. И мы, безусловно, что-то приобретаем в фонды музея, но подобный подарок – это действительно серьезная акция. История продолжается, верно подметил Александр Жадан, а потому благотворительные марафоны продолжатся. Буквально накануне выступления артистов Татьяна Менделю знала, что в администрации президента Беларуси дали разрешение на проведение концертного марафона по всей стране. А это значит, что и Брестский зритель еще не раз встретится со столь потрясающими артистами, объединенными под таким звучным и знаковым названием группа СССР. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин. Специально для итоговой программы «Букинформ». Вы смотрели итоговую программу «Букинформ». И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67, делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе «Прогноз погоды на ближайшие дни», а я, Виктория Саченко, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В ближайшие два дня в Брестской области сохранится сухая жаркая погода, которую обусловит сформированный в теплой воздушной массе антициклон, смещающийся с территории Беларуси на Румынию. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер неустойчивый, слабый. 5 июля, в воскресенье, температура воздуха в ночные часы составит 16-18 градусов, днем воздух прогреется до 30. В понедельник станет еще жарче, ночью до 19 градусов, днем – 31-33. По прогнозам синоптиков, вечером пройдет кратковременный дождь. В эти дни будьте особо внимательны к своему здоровью, а также помните о правилах поведения на воде и в лесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова